Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Герна. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топией. Нас навели на новый след. Да. Эх, пиратов, перебили, перебили в прошлой серии, не переживайте. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, и можем заглянуть еще в этот аппендицит, прежде чем идти к нашей ведьме. Тут куча всяких мест, которые можно посетить. Но, наверное, даже не все мы сейчас будем их посещать. К ведьме надо заглянуть. Шевелись, плотва. Не чешется ей там. Это есть тот ведьмак, спрашивай. Император поведет нас прямо на новый играй. Именно. Это и есть тот самый ведьмак. Великий и могучий. Непобедимый. О, лагерь бандитов. Ого! Еще один пират. Да что ж ты бьешь? Не туда и не тем. Пираты, а ну-ка порадуйте меня еще своей точностью. Пристрелили одного уже, своего лучники. Ну тут плотность большая, тут грех промазывать. Ух ты, ух ты, глава. Не дал продохнуть нормально. Так, уходим, уходим. Ай, спасибо. Я услышал этот звук. Приятный. Ну что, с главарем тогда разберемся сами. А тебя убьем просто, лучник. Ух ты, а тут еще у вас есть хлопцы, которые не участвуют в битве, да? Такой герой, да? Да. При помощи ваших лучников, без проблем, разметеливаю всю вашу толпу. Причем, видели, как головной прибор исчез с его головы? То есть, когда он разрубает, текстурка одна и та же. Точно так же, как и голова, когда отлетает. Главарь пиратов слишком выглядит не по-пиратски, я бы сказал бы. Хочешь на контратаке-то сыграть? Давай. Ай, а ну он, когда после ошеломления, вот отскочить еще успевает, а контратаке не получится. Красота. Записка пиратского главаря. Что может быть лучше войны? Реданцы с нельфгарцами друг к другу в горло вцепились, а нас никто не обращает внимания. Можно грабить, тащить, убивать, покуда не надоест. Так ведь это не скоро настанет. Я обычно не пристаю к берегу в людных местах, но в этот раз у нас не было выбора. После последнего шторма лодка начала черпать воду. Надо было ее вытащить на берег и починить. Мы вышли на берег, готовы к бою, а никто и не попробовал нас прогнать. Правда, то и дело доходят до нас смельчаки от какого-то барона, но от них нам больших хлопот не бывает. Потому как нам особо спешить некуда, я решил, вместо того, чтобы летать, латать старую калошу, летать, эх, земля, прощай, в добрый путь. Выправить нам новую лодочку, а что, надо пользоваться этой заварухой, покуда можно. Говорят, тут где-то рядом есть небольшая корабельная верфь, судя по всему, которую мы освободили. Говорят, нам подойдет, в самый раз. А пока мы ждем новый корабль, пошлю людей, чтобы поискали знаменитый клад королевы Зулейхи. Если там есть хоть десятая часть того, что я слышал, то мы все будем богачами. Во всяком случае, я. Что, задание? Нет? С теми ребятами как-то было интересно. Бутерброд. Ну, каннибал с бутербродом и с курицей, ну это как предательство собственных интересов. Да? Вообще не то. Ни те ощущения. Решил. Тайком от своих собратьев. Ну ничего, мы их всех уравняли там. Лагерь я в итоге обыскал, засчитали мне. Как только я сундук с доспехом нашел. Ну это фигня, на самом деле. Вот это лучше, состояние хуже, но броня лучше. Вот, берем. Состояние ничего страшного, это отремонтировать можно. Цепь. А здесь, ух ты. Здесь стоит осмотреться. Знакомый символ. Обязательно сейчас осмотримся. О, еще одна бочка, которую можно взрывать. Чертеж стальной меч школы грифона. А, здесь как раз таки чертежи. Чертежи. А по заданию тут ничего не сказали нам то, что выполнено. Мол, там ведьма... Нет, это охота, да. Ну то есть, раз, два, три, четыре. Вот, грифона. Найти чертеж для стального меча. Для улучшенного стального меча. В принципе, его можно будет и найти. Его можно будет и собрать, если он будет круче текущего. Так вообще красотища. Не зря сюда заглянул, да? Дорога нас вела. Прекрасно завела. Давайте взорву бочку. Нет. К сожалению, это не... Разрушаемости точно нет. Никуда там мы не попадем. Ни в какую янтарную комнату, к сожалению. Тут голяк. Ну что, плотва, погнали дальше. Я тебе даже... Куда? Хозяина не признала. Посмотрите на нее. А, давайте в море. Тут два вопросика. Тут еще нужно в море прыгнуть. Да, я понимаю, плотва, что из тебя пловец хреновый. Ты не захочешь сейчас вот так вот... Так с разбега красиво. Нырнуть. Ну, тебе придется. У нас замечательный ведьмок. Шторы снова, но это все есть. Отчасти их можно будет и продать. Тоже седло вновь. Я перегружен из-за этого седла. А здесь еще, если что, надо будет нырять. Либо уже идти через вот эти вопросительные знаки, а побережье оставить на потом. Ну, наверное, так и сделаем. Давайте заглянем еще в одно место и дальше клейк. И дальше уже клейк. Потому что здесь доспехи фигня. Как, собственно, и оружие. 19 монет. А, подожди, для плотвы, которые вещи мы нашли, но сотку стоит. Ну, они, естественно, хуже. Штора такая же. Седло здесь мы выиграли. Энергия. Хотя, подожди, тут двадцатка. Здесь двадцать пять. Улучшенное седло. Ну, тут для скачек сорокет. Вообще, вопросы есть. Вопросов... Головы достаточно такие тяжеленькие. Так что лучше меч выбросить. Ну, или хлам. Какой тут у меня есть хлам. Свиная шкура. Хотя свиная шкура еще хоть пригодится. Та же удочка хоть денег стоит. Даже больше, чем мечи. Так что мечи нынче не в почете у нас. Все, короче. Прощай. Все, плотва. Погнали. Перегруза больше нет. Нашли хороший сейчас стальной меч. Чертеж. И его бы нам собрать. Можно сбегать ради этого специально к кузнецу. Оружение. Сделай. Ох ты, елки-палки. Мятежник. Нет, подожди. Ох ты, как легко ты угнал. Ваши лучники насколько меткие? Боюсь, что сильно меткие. Зарежу тебя, как порося. А нет. Они тоже готовы своих убивать. Ну убей. Ему пол удара там. Пол тычка. Посмотрите тут. Напоследок. Включил из себя бойца. Лучники стабильно работают. Уворачивался он. Так, короче. Плотва. Ты хоть погоняй там. Молодец. Только они все равно стреляют. Им плевать, что их лошадь пытается затоптать. Можно было бы гранатку использовать против такой плотности врага. Жалкое зрелища. Ну да, они так жалкое зрелище, чтобы на них еще что-то тратить. Да, они восстанавливаются потом. Ой, а у вас тут сотый есть. Я должен. И приходят люди тоже сразу. Просто перебили мятежников. Сюда пришли люди. Доброе дело якобы сделали. Может, даже зачтется, что лету нет, да? Негоже так. Так, а ну-ка, секундочку. Ну, костлявая, не костлявая. Здесь травница есть. Да, это травник. Чего? Чего? Покажи, что у тебя есть. Покажи свои товары. Травы алхимия. Но у него ничего нету. Вот отвар из куралиска могу изготовить. Но это опять же я за счет своих приготовил. У него нет того, что мне нужно. Хотя нет, есть, подожди. Водная эссенция. Она не засчитана. Давай, давай одну. Одну штуку мне. Все деньги не тратить. И как роскошку. Угу. Улучшенная кошка. Позволяет видеть в полной темноте. Дает иммунитет. Эммм. Ну, сойдем. Ладно. Пока что. Бывай. Спасибо тебе на этом, милый человек. Пойдем лутать этих, которые сейчас перегрузки сделают. Они же. Со своим хламом. Помешатся сейчас будут. Но есть, в принципе, тут быстрый переход. Можно и вернуться. При желании. Но не будем. Хотя, 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 хотя. Тут еще. Сот. Вот, соты, это дело хорошее. Родо маловато. Родо маловато. Родо маловато. А потом по гребушке замки на еду выменил. К нашей ведьмочке. А можем даже сейчас. Хата в лесу. К деревне перенестись моментально. Лагерь беженцев теперь это. То есть, в эту деревню переносимся моментально. Продаем все, что хорошо или плохо лежит. Окупайте, Габриэль! Если у него есть ежедневные. Потому что, скорее всего, у него их нет. Покажи товары. Да. На него толком-то и денег нет. Давай продадим хотя бы. Точнее, починим. Просто починить все. Продам тебе доспех. Рубашку, доспех. С этим разобрались. А шторы он покупает, но не так уж и выгодно. Будь здоров. Будь здоров. Мне нужен создатель мечей сейчас больше. А ну-ка, если быстрый переход. Все равно мы здесь. Спасибо за все. А, я думал сейчас что-нибудь интересное скажешь. Теб тоже. Пожалуйста. Так, оружейник у нас. Оружейник, оружейник у нас. Есть вот здесь. По-моему. Там тоже бронник. С краснолюдом мы разговаривали, но с его женщиной нет. Я помню про это. Серьезно, торговца нет, представляете? То есть метка осталась, а торговца нет. Собака вон в воздухе лежала. Опять рядом с тобой час медитировать. То есть нужно надоесть еще этим торговцам. Посидеть рядом с ним. И он вообще нафиг исчезнет? Вы серьезно? А вот он он. Мама говорила, если я не буду слушаться, она меня пошлет на сладкую кровь. Мы люди простые, ссоры не ищем. Один фиг этот кузнец не хочет со мной больше разговаривать. Медитируй рядом с ним, не медитируй. О! Ему пару часов нужно было. Покажи мне свои товары в первую очередь. Может, что выберу? В первую очередь покажи мне свои товары. Я тебе сейчас продам флам этот. Хламецкий. Меч воина дикой охоты. Прикольно, конечно, он выглядит, но нафиг он сейчас не сдался. Палеца продаем. Эти мечи, ну не знаю, мне прикалывают. Я хочу сохранить, оставить. И будут. Это продаем тоже. Может, не тебе лучше было их продать? Будет так. Пока что будет так. Перемесло. Точный болт. Дрова. Что у тебя еще есть, интересно? Меня вот интересует стальной меч. Школы змеи, который я создавал. Навиградский длинный меч. А, тебе не хватает навыка, что ли? Да, ему не хватает, судя по всему, навыка. Либо улучшения. Вот серебряный меч. Мастерский серебряный меч. Мастерский серебряный меч. Школы змеи. Но он похуже. У меня сейчас получше есть. То, что лучше, я не создам. Уровень не подходит. То есть... Ну... Хотя вот, не львгардский длинный меч он может создать. И этот меч лучше. И копейки стоит. По сути. То есть самое лучшее, что он может создать, это вот как раз таки данный меч. Силы атаки против людей. Шанс вызвать крае течения отсутствует. Если так смотреть. Давай. Меч пригодится. Удачи. Удачи. Длинный меч. Будет мне служить теперь верой и правдой. А этот меч подарок. Ну... Дай посмотрю, что есть. Может, что выберу. Продаем. И все-таки, прежде чем мы пойдем... Удачи. Удачи. Прежде чем мы пойдем дальше... Дождик. Во все тяжкие. К ведьме. А ну-ка, купец. Давайте тебе сейчас продадим. А купать будете ли см... Вы конечно же торговать. А, этот торговец, скорее всего, свалил в освобожденное поселение. Я и думаю, что он мне знакомый какой-то. И еще когда с ним начинал разговаривать, варианты разговора были как будто уже использованы. Здесь он остался... По документам, скажем так. А по факту он там обитает. По факту он уже там переехал. Мо-ло-дца. Все, сваливаем. Прощай. Прощай. Я хочу к красному барону сейчас нас бегать. Посмотреть, во-первых, что тут за задание заодно. И в сундук все барахло, остальное сгрузить. Пока двойные мыли. С тобой быстрее забежи. Может, что интересное сейчас произойдет. Вот только сторона. Давай-давай-давай-дай. Пофигу. Потому что мы в город. Разгоняйся. Если у меня сын родится... Ох, дождь. Спасибо. Ай, дождь. Барон, барон, барон. Барон и баронесса. Бринс и принцесса. Вот узел уж. Видно, что ты человек бывалый. Не сильно-то его и жаль. Так. От этого избавляемся. Это тоже сливаем. Ну, ремонтник пусть останется. Оружие тоже в походах порой подлатать нужно. Да, вот такое. Ну, случается. Это оружие. Оставляем. 25 кг с собой. Еще можем таскать. Это все не весит ничего. Радует. Соты, если что, потом продам. К подружке слетаем. И продадим все. Да, передай. Передавай все вот это. Монеты много весят. По мелочи, конечно. Но в сумме так-то все равно обременяют. Все. А, подожди. Головы, головы, головы. Они же как раз... Отлично. Двадцатка. Все, уходим. Дверь, закройся. Дверь, откройся. Тебе больше надо. Больше денег надо. Забыл я пробил. Немножко. Немножко. Не нажимай. Аааа. Странный у тебя говор. Ты со Скеллиге? Со Арт Скеллига. Но с детства жила в Гольмштейне. А почему уехала? Я всегда хотела быть кузнецом. Целыми днями в кузне крутилась. И все мне там нравилось. И жар, и запах, и удары молота. Когда мне исполнилось семнадцать, отец сказал, что ему больше нечем у меня учить. И отправил в мир. Оттачивать ремесло. Через несколько лет я стала мастером. А потом началась война, и я осела здесь. При этом другого варианта еще какого-нибудь у меня нет. Спросить у нее. Что у тебя есть на продаже? И у нее денег так-то прилично. Можно и купить укрепленные сидельные. Семидесятка, я не помню у меня сколько. Сумки сейчас вмещают. Девяносто всего. Но там же у меня какой-то есть запас. Тридцатка, да? И по идее она больше предлагает. Сумку. Сумочатую, сумочатую. И она не создатель. То есть чисто торговец сейчас. По крайней мере. Ну допустим. Давай. Допустим, товар твой заценили. Играем с тобой в Гвинт. Не желаешь сыграть в Гвинт? Безмолвная кивань. Шикарно. Вместо тысячи слов. Лучников слили. Пьянка здесь осталась. Лидер. Ну все, что мы. Погнали. Монстры. Мороз. Рок. Так, похоже, Петруху эту пихотуру нужно слить. Он один. Року от него нет. Арта? Ну пусть. Артиллерия пусть. Мороз против монстров может сейчас зайти. Неплохо. Учитывая, что у нас есть лучники. У нас есть лучники. Плюс шпиона я буду использовать. Так что обновлять никого. Хотя можно пехоту обновить. Вот допустим. Бойца синих полосок. Давайте его. Ну, на пехоту, к сожалению. Ладно. Одно на другое. Ну плюс один есть. Сойдет. Волковак. Шпионома. Вперед. Среди монстров затесался такой. И еще один шпион. Идеально. Правда, пехота вообще не кстати. Офигеть. Вот это знатный мужик. Имеет колоду такую. Просто тут огромное количество монстров набежало. Но зато у нас здесь лучники. И еще паучье. Я могу мороз сейчас натравить на него. В принципе, и все равно у него, если по одному останется, да. 6. 9. 11. То есть у него будет 11. Придется пободаться с ним. Я могу использовать лучников. Для этого. Ну давай пободаемся, ладно. Хорошо. Главное, чтобы у тебя не было карты хорошей погоды. Он умножил все равно. 22. Но использовал этот хлам. Окей. Использовал этот хлам. Отбоя у меня сейчас нет. Я предлагаю пасовать. Следующий мы уже будем играть нормально. Следующий я буду использовать даму. И потом использую сразу же. Ну потом в третьем раунде. Отбой. Давай. Пасовать. Окей, хорошо. Ход противника. Ливень. Ну на артиллерию я сейчас и не рассчитывал. Я сейчас рассчитывал больше на лучников. Ну и на пехоту. В частности. Ха, противник спасовал. А давайте сделаем тогда следующим образом. Просто чтобы вот эти ребята работали в совокупности. Так будет эффективнее. То есть сейчас я назначу тебя сюда. А лучника уберу. Все. Спасовать. Мы добираем еще одну карту. Хорошая погода. То есть теперь точно нам ничего не помешать. Нам ничего не должно помешать выиграть. Ох ты какой он. Хотя кто знает. Че он там. Убить их, а кишки смешать с землей. Не подвергать создастию каких-либо карт или умений. То есть его невозможно сжечь. Его невозможно уничтожить. Ну вот. Постепенно. Все возможности карту знаю. И буду уже мастером. Командирский рог. Такой у меня тоже есть. Не хвастайся. Еще один драм. Его невозможно уничтожить. Хорош. Интересный. Персонаж давайте. Пехоту выставим. Петрушку. Как ее называем. Интересно, что вот в отдельной игре по гвинту. Там они могут атаковать же эти карты. Гасить, добивать. И так вот реагировать. А ну-ка сейчас, секунду. Это тоже интересненько. Ясное небо. Да пожалуйста, твоя последняя карта. Мне даже не нужно будет бросать больше ничего. То есть расклад сейчас был полностью на моей стороне. Там вытащил тебя. Да-да-да. Мне больше некого вытаскивать. Так просто, чтобы тебя морально уничтожить. Чтоб ты понимала, что к чему. У нас в два раза больше будет. Очков. Более чем два раза. Но в первом раунде она классно выложила прям монстриков этих. Василийскому красномонстров. Мои года. Мои богатства, да? Поет, чувак. Так, задание. Найму ведьму, чтобы усмирить и перебить чудовища, которые завелись в округе. На время выполнения заказа ведьмаку будет обеспечена... Ведьмака, точнее. Бесплатная лежанка в старостяной хате и харчи. Стоимость будет вычтена из платы за работу. Обращаться к старости за липи. Мазь от любых сипи. Ну, это, в принципе, ощетинилась там собака. Все хорошо. Найму ведьмака. Получается, заданица должно было появиться. Найму ведьмака. Ну, по заданиям я не вижу. Чтобы какие-то адекватные уровни вновь были. Или я ее еще не получил отыграть. А ничью тебя под дождем. Не ржавеют? Шевелись, платва. Ржавеют, братан. Приходится деньги тратить на их ремонт. Спасибо, что спросил. Не каждый этим интересуется. Не каждый об этом заботится. Они же тоже живые. Мне тоже хочется жить. Давай, давай, давай. Нам нужно до знака добежать. И отправляться к Витни. Бледный ты, как гам... Не будем уточнять, кто. Давай сюда. Опять через дебри платва. Ну, елки-палки. Ну, что за бедолага. Ну, могла бы появляться сразу рядом. Мне было бы проще. К чему вот это вот так ванно-то подбегает? Пусть бы телепортировалась. Вот лично я бы вообще не жаловался. Только рад бы этому. Вообще не знаю, что тут что-то есть. Ну, кроме лягушек и... Подобной утвари. Которая сопровождает любое болото и пруд. Зачем ему были нужны крысы? Сучьи твари. Лопат... А подслушать надо бладаным. Или диалог продолжится? Кейра? Что ты тут делаешь? Геральт. Но ты меня и напугал. Ну, нет. Колдун говорит, принеси мне крыс. Только чтоб здоровые. А не у кота из глотки выдавленные. Это светильник из Зельвской шахты? Что там насчет крыс? Ах, ничего серьезного. Потом объясню. Сначала скажи, что тебя привело. А ну-ка, давай. О чародейках. Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. И ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось. Ну, а я даже не знаю, кто ответит. И кто будет слушать. Я просто обязан тебя спросить. Что ты тут делаешь? Она же говорила, прячется. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я тут скрываю... Ты о гонениях на чародеев? Да. Ты что, не... Я ж спрашивал, а почему тогда... Вернемся к телу. Ну, дело. Отмечено, как будто я не задавала ей эти вопросы. Зачем тебе магический светильник? Зачем тебе этот светильник? Ты же видел. Чтобы общаться с потерянными душами. Не знал, что тебя интересует магия такого рода. В этом нет ничего дурного. Ну да. А с чего вдруг Эльф пообещал тебе светильник? Это был обмен. Ему требовалась сильная магия, и он почувствовал, что я непростая заклинателенца бородава. Я приготовила ему микстуру, замедляющую деградацию нервных тканей. Это лекарство может, например, остановить потерю памяти. И кому он собрался его давать? Он не сказал. Давай посмотрим для начала еще что-то можно купить. Я на пряженой колдуне тебе досталась порядочно рухляне. Это еще мягко сказано. Хочешь взглянуть? Да, с удовольствием. Ох, я тут и всякие рецепты. Черная кровь. Ну давай возьмем копеечный. Это уже посерьезней. Не будем транжирить на всякую ерунду. Все, забудь. Забудь, забудь. Она там и зубы готова, если что, купить. Все, что только можно. А вот черную кровь могу сразу и собрать. Все, спасибо тебе. Ты говорил, у тебя есть какая-то просьба. Да, есть. Ты же слышал о проклятом острове на озере Моречко. Мужики постоянно о нем рассказывают. Говорят, мол, там призраки обитают. И будто живым оттуда никто не возвращался. И что за проклятие на этом острове? Этого-то я и не знаю. Я должна его снять, а не смогла даже источник найти. Что-то же ты знаешь. Ну, проклятие как-то связано с башней. Там после нападения Нильфгаарда укрылся Всерад, властитель этих земель. В деревне говорят, крестьяне с голоду поплыли на Коломницу просить еды. И их там перебили. А, ну-ка. Ты жил чародей? Ты его знала? Что с ним стало? Мы были друзьями. Он погиб вместе с остальными. Там почти никто не уцелел. А те, кому удалось сбежать с острова, позже умерли в мучениях. Но не думаю, что это был яд. Почему для тебя это так важно? Не для меня, а для местных мужиков. Расколдуйте остров, барыня! Вы же такая могучая колдунья! Пристали. Покоя не дают. И что? Мне казалось, ты не особенно считаешься с местными. Ты же такая могучая колдунья. Если я не сниму проклятие, они могут решить, что не такая уж и могучая, чтобы рисковать и прятать меня от охотников за колдуньями. Не думала, что тебя настолько заботит чужое мнение и собственная репутация. Слушай, я не для того забралась в этот медвежий угол, чтобы так нелепо попасться к какому-нибудь хаму с траурной каймой под ногтями. Я тебе скажу так, хреново они тебя будут скрывать, и ведьма, в первую попавшуюся спросила, все нормально. Я знала, что это дело тебя заинтересует. Тебе, разумеется, придется сплавать на коломницу. Я счастлив. И что мне там делать? Сперва установи контакт с духами, которые блуждают по острову. Возможно, они подскажут, как найти источник проклятия. Думаешь, они окажутся настолько общительными? Да, если ты возьмешь мой магический светильник. Потом можешь оставить его себе, в награду. Ты сам увидишь, вещица эта весьма полезная. Может, ты просто сплаваешь со мной? Я уже пыталась пробраться на коломницу. Но магия проклятия слишком сильна, у меня чуть голова не раскололась. И поэтому ты посылаешь туда меня. Не жалко. У тебя просто задрожит медальон, а у меня кровь хлынула носом. В Аритузе меня учили распознавать тончайшие колебания магии. А это было как ударки с тенем. Ладно, не оправдывайся. Можешь взять мою лодку? Я оставила ее на берегу, рядом с деревней. Думаю, она до сих пор там. Если только не сгнила, как и все в этих краях. Как действует светильник? Берешь и светишь, или нужна какая-то магия? Просто поставь его в месте, где лежат кости, и услышишь шепот. Только это... Не всегда приятно. Могу представить. Я потом тебе все расскажу, не исключая шокирующие подробности. Тебе не придется ничего рассказывать. Я дам тебе ксеновокс. Он позволит нам общаться на расстоянии. Ты будешь описывать, что видишь, а я смогу подсказать, что делать и на что обращать внимание. Телефончик еще свой дала. В прямом смысле этого слова, да? Никогда не слышал о ксеновоксах. Это примерно то же, что и мегаскоп, но гораздо удобнее. Просто говорящая магическая коробочка. Его сложно сделать? Очень. Поэтому они настолько редкие. Я бы точно не сумела соорудить ничего подобного. То есть ты не думаешь, что в ближайшем будущем каждый чародей заведет себе по ксеновоксу? Очень в этом сомневаюсь. Откуда у тебя ксеновокс? Я нашла его в шахте вместе со светильником. Сначала я подумала, что это часть светильника. И только потом поняла, что попало мне в руки. То есть он принадлежал эльфскому чародею? Да. Я и не знала, что эльфы пользуются такими вещами. Скажешь еще что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Ну иди уже. Мне страшно и интересно, что ты узнаешь на Коломнице. Так что потом обязательно ко мне загляни. И Геральт. Спасибо. Всегда пожалуйста. Прекрасным дамам надо помогать. Так, предметы для задания. У вас новый предмет для задания. Подготовьте его к использованию, разместив в соответствующей ячейке в окне рюкзака. Затем выберите его в меню быстрого доступа. Понятно. Это я помню. Это я помню. Новая статья о персонаже. И также шестой левел, да? А, нет. Дела семейные. А здесь шестнадцатый уже. Найти корабль идущий. То есть это уже... Далеко надо идти. Правильно это оно. А, нет, подожди. Разыскал свою дочь. Это не то. Хозяйки леса. Это основные. Там же дополнительные. Мышиная башня. Вот, да. Мышиная башня. Давайте. Что тут вообще? Мелочь. Девушке надо помочь. Приглашение выполнено. И мышиная башня. Так, а мышиная башня. Куда идти надо? А, рядышком прям. Вот она лодка. Вот он остров. Правда, все-таки перед этим надо бы заглянуть городом. Хотя он потом заглянет, да? Сейчас быстро телепортируемся, считай, за счет лодки. Иди сюда, платва. Я тебе не буду даже сейчас напрягать своим свистом. Пошла! Пошли, лодочку найдем. Пошли, 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 пошли. Какое милое место для лодки, а? Мисленники тут всюду. О, подожди. А, все, они забили на меня. Ну и отлично. Мне вы не сильно нужны. Так. Пристань, пристань, пристань. О, я только сюда дам. Могу отправиться. Раз, два. А здесь придется плыть. Ну ладно. Погнали. Пройдем быстренько. Скорейся, ускорейся. Наполней паруса. А стрелять можно? Можно. Правда, не прицельно. К сожалению. Реально так просто будем добираться. А, вот. Спасибо. То есть она в любой момент может Геральда подслушать. При желании, да? А я ее не могу. Умно, умно. Но это, в принципе, чувствуется охватка прекрасной дамы. Такая-то чер... А, ну это уродцы взрывающиеся. Геральд, ты уже на острове? Ксеновок сработает? Ты меня слышишь? Что? Не слышу. Ну вот, уже сломалась. Ну, мне что-то игралось на магию. Что? Я тебя не слышу. Будь очень осторожным. Сама осторожность. Супная реакция пошла. Супная реакция пошла. Чтобы остальные оказались рядом. И делать шляпи. Вся музычка. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Пусть лопается. Не будем мешать. Ему нужно было мгновение уединения. Так, отлично. Собираем. Зуб чудовища. Здесь остальное. Сердце, органы. Пригодится в нашем деле все. О, он еще и в заморозке был подвержен. В самый нужный момент. Не поспоришь. Так. В окна тут какие-то еще твари бегают. А мне что нужно сделать? Дополнительно. Найти духов с помощью магического светильника. Я хочу найти. В каком именно месте это надо сделать? Что-то она говорила поставить его просто. Все легко и просто. Светильник поставь. И будет тебе счастье. Здесь это что? Магический светильник. А, он автоматически использован здесь. Отлично. Ля-ля. Тополя. Так, бегать мы не умеем светильником, к сожалению. Пойдем этого убьем. Мало ли вдруг у них сейчас... Сходка начнется. И всех, кого мы не добили, неожиданно прибегут. А толпой они страшны. Могут быть. Проверяем потроха, что он ел сегодня. Он мозговитый, оказывается, еще. Мозговитый малый. А этот был безмозглый. И так и помер. Как безмозглый. А по заданию нет комментариев? Все-таки вот, допустим, дополнительное. А, можно отслеживать дополнительное непосредственно задание. То есть поставить, отслеживать именно дополнительное. Ну, отлично. Такой исход не нравится. Жаль, тут ничего нет. В таком кругу точно что-то должно было быть. Тут, мне кажется. Впервые сработал эффект ошламления. С этого мяча. Идем дальше. Потихонечку. Ну, двигаемся. Заблаговременно накладываем на себя в заклятие. А, кстати. Гули, гули, гули. Давайте маслица использовать. Тут у нас их сейчас много. И против трупоедов, которые как раз нужны. И против гибридов, и против огров есть. И против магических тварей. И против вампиров создавал. Повешенного против людей. Можно повешенного ставить. Я все-таки не сторонник того, чтобы серебряный меч использовать против людей. Но он ломается, да? Слишком много чести для людей использовать серебряный меч. Согласитесь. Какая-то человеческая сущность. Жалкая. А мы такое серебро, дорогой, будем тратить. Его же еще ремонтировать потом этот меч. Так что, ну его нафиг. Слишком много чести для них. Бочки. Пчелы, пчелы, пчелы. И медовый сок. И медовый сок. Вот. Давайте сюда, а то среди деревьев неинтересно. А что за мошкара тут летает у вас? Поразплодили какую-то гадость. Еще двое. Нам с тобой сейчас никто не помешает. Тот остался в раздумьях. Но его пришлось все-таки первым убить. Яд. Ну что, ищем призраков. Они могут оказаться где угодно. С помощью могительного. Почему ты не можешь бегать с этим светильником, а, дружище? Ну что тебя сколывает? По-любому можно этот залутать. Чемоданчик. И не только его. Есть вон какая-то зеленая фигня. То есть я вижу свечение. Я сюда беру. Попробуем светильник кейры. Да. Вот как раз его здесь нужно использовать. Бросили. Бросили нас. Чих-чих-чих. Свали. Свали, свали, свали. Позволи ему лопнуть. Бросили нас. Глядь, все смылись. Значит, доберемся вплавь. Давай. Метро. Сразу вспоминается. Добро, тут что ли оставить? Ты плыви. А если найдешь лодку, возвращайся за мной. Ха, да почему же не найду? Оглянуться не успеешь, а я уже вернусь. Найдите духов. И это не единственное место, где можно с этими духами пообщаться, получается. Ладно, добьем тебя, раз привлек уже внимание. Да взрывайся уже, пора. Твой час настал. Видишь, как все замечательно. Лопну, все. Музыка умолкала. Ну что, дальше идем, смотрим. Пока без светильника, если такое же зеленое свечение вновь появится, по идее, да, это, или оно появляется, когда мне в руках именно светильник. Да нет? Скорее, все это место сначала отобразится. Вот оно, например. Спохватились. Не впустят Грахма. Тихо, Дурин. Будешь так громко к любому щелкать, так и сам Барин услышит. Где его? Он сидит себе на пуховых перинах, мясом обжирается. Ему, небось, невдомек, что сейчас из него ремни начнут резать. Дорога свободна, мужики. Дави их! Бунт. Башенка так-то выглядит симпатично. Так, здесь зеленого я ничего не видел. О! Свежие останки. Эти люди пришли сюда уже после смерти помещика. Сейчас пробежимся здесь всюду. Гнилец среагировал? Нет? Пока что нет. Кофе какой-то. Мне к нему подходить не надо. Раз опыта за вас все равно толком не дают... Че-то... Напрягаться. Лишний раз. Это там твоя русалка плавает? Любовь твоя, похоже. Плавает. Покажи, что умеешь. Ладно, давай. Цепная реакция. Нет. До тех не дотянулась. Уходим. А вот это сейчас зацепится. Да. Нет. Джон, сколько мне еще ждать? Ну ты будешь бежать сюда? Он застрял в деревьях. Бедолага, блядь. Не терпешь. Как в голом пистолете. Туалет ходят раз в жизни только они здесь. В отличие от тех инопланетян. Который раз в год. Так, заходим в город. К барину. Здесь есть быстрый переход, если что. Что тоже хорошо. Опа. Что это за гадость, если подлетают? Ну что ты водянисто. В принципе, огонь не так особый. Прям эффективен против тебя. Подходим и в ближнем бою. Тебя просто вырубаю. Так, прежде чем идти по основному заданию, проверим всю. О, арбалет. Причем арбалет вряд ли будет лучше, чем мой текущий. Хотя нет, лучше. Необходим 18-й причем уровень. Совсем немножко больше я буду наносить урон, но значительно... Больше нужно прокачать уровень. Какая-то несправедливость вообще жесткая. Жуткая несправедливость. Так, это травы, чтобы не откликали своим мерцанием редким. Где-то же еще должны быть моменты истины, где фонарик нам пригодится. Дополнительное задание пока еще не окончено. Вон, 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 есть. Отлично. И это еще не все, говорят. Окей, хорошо. Раз это еще не все. Это все растения. Пробежал практически по всему кругу уже. Может, в самой башне будет еще что-либо. Потому что больше этих зеленых испарений я не вижу. И со стены можем заглянуть на все эти случаи тоже. Там дальше уже и нет области. Тут мы бывали. Тут эти ребятки обещали... Оп, приземлился. Красавчик. Все, осматриваем еще один... Что их сюда привлекло, голод или алчность? А, ты к центру мне привел, да? Ну... Я посмотрел. Короче, идем тогда на вышку. О, крысы. Похоже, эти крестьяне пришли сюда не с вежливой просьбой. А, да, вот они, точки осмотра. Естественно, гушка тоже... Крыс очень много. Живых почти столько же, сколько мертвых. Знаешь, что они тут живут? А, Геральт, перестань. Давай без подробностей. Ну ты ж хотела подробности. О, и магические факела. Датчики движения. Красотища. Где барин? Где барин? А вот он. Лежит себе тихохонько. Башка треснула, как быня гнилая. Валяется. Весь в крови и в дерьме. Совсем как мужик. Никакой в нем важности не осталось. Слишком быстро его убили. Пускай бы сперва помучался. Так это еще не все. У него сыновья остались. И дочка. Пойдем наверх. В зеленом цвете как-то все поинтереснее. Следы крови. Здесь убили нескольких человек. Ну как минимум мы барина видим. И подвал. Но они пошли наверх. Это второй вход по идее. С улицы. Пойдем в подвале посмотрим, что интересно. Тут еще тоже есть точка. Блин, кто такой стрёмный светильник сделал. Чего только богатей не придумают. Глядите. Крыс в клетках держит, что твоих кроликов. Может их выпустить? Они ждут с голоду передохнут. А я бы их сжег, чтоб передохли твари вшивые. Доплывут еще до деревни беды и наделают. Они кайфово плавают. Ой, не боись. Крысы-то поумнее тебя будут. Ну что, что оплавать они умеют? А, какие-то они квелые. Глистатые все. Или как... Ой, фу, как воняют! Похоже, прокажутся. А что ты ей ничего не говоришь про это? То как бы... Ну тут крысы непростые. Похоже, были. Не просто за пашком. А с сюрпризом, можно сказать. Чистое серебро в мешках. Бежали наверх. Сейчас быстренько доберемся. По ступенькам уже с фонарем пойдем. Так интереснее смотреть. Аннабелли, не начинай. Займись мушевышиванием. И не морочь мне голову этой деревенщиной. У тебя в голове засел этот простак. И теперь тебе кажется, что они все такие же учтивые, как Грахам. Господин мой. Мужики ворвались в башню. Я что-то господина не видел силы. Может, ближе надо было подойти? Мужики ворвались в башню. А отметка от фонаря не исчезла. Здесь ничего нет. А? Нет? Исчезнешь? Нет. Не хочет. Ну ладно. Допустим. Хотя мне кажется, это какой-то баг. Хотя нет, в этой точке вот еще есть. Не, внизу. Внизу жалуются. Что-то, мол, смотри внизу. А олене голова там вон. Шевелится. Ладно, вон еще есть. Я вижу через потолок. Зеленое месиво. Новиграсский длинный меч. Рецепт улучшенного масла против вампиров тоже хорошая штука. Столько золота! Покойникам-то уже не пригодится. Аж странно, что не растащили. Столько времени после смерти барина. Хм, это он. Кто здесь? Отзовись. Есть тут кто? Ты? Ты кто? Хм. Смотрите, этот труп нельзя. Нельзя же? Да. Любопытно. ну-ка пойдем спустимся вниз там всякая ерес творится ладно пофигу на тебя не хочешь как хочешь заставлять не будем зеленый дымочек дымочек зеленый идем дальше там мешок был возле лестницы можно было злотать мужу зароди него не войну не хочу на обратный путь если что он еще тут я на последнем этаже но лаборатории здесь нет кажется здесь что-то таскали попал точнее передвигали от одной стены к другой кто-то плачет значит я еще не добрался интересно ты что-то еще хотел сказать ведь и так нагло прервал там сейчас откроется дверь и тут и тут нужно есть и как раз можно отодвигать да нет ширана кажется здесь что-то таскали попал точнее передвигали от одной стены к другой эту стену прям целиком двигали интересно нет там дверь просто один нужно было оставить в таком положении поддернуть или нужно было обязательно в таком порядке я не понял как это я открыл меня это лаборатория кстати отлично за чем ты меня оставил ты же говорил что любишь меня мне так холодно почему никто за мной не приходит я не могу отсюда выйти кто ты ты тоже хочешь меня обидеть не надо меня бояться я хочу снять проклятие которое висит над островом но кто ты другие духи меня не видели я исключение я всегда была исключением дочь помещика самая красивая все эти земли куда ни взгляни были наши мы укрылись в башни чародея чтобы переждать войну и трудные времена ненадолго что за чародей здесь жил его звали александер я плохо его знала он все время сидел в этой башне знаешь он тоже умер все умерли целые горы трупов а я все равно одна совсем одна все меня бросили даже тот кто клялся мне вечной любви и ты тоже меня оставишь если я сниму проклятие ты сможешь уйти расскажи что случилось в башне говорят крестьяне приплыли сюда просить еды это так нет они пришли красть и убивать думали мы здесь купаемся в богатстве и смеемся над их горькой долей но у нас тоже было мало еды нам нечем было делиться они перебили всех я слышала как кричит отец но чародей велел мне не выходить из укрытия и никому не открывать он дал мне эликсир я должна была его выпить если меня найдут он сказал что все будет хорошо что это был за эликсир ты помнишь запах цвет помню только что боялась его пить ты не доверяла могу в деревне говорили что он занимался заразами не лечил их а наоборот вызывал говорили будто он заманивал в башню крыс и заражал их катрионой это только слухи конечно но мне было так страшно я услышала голос моего возлюбленного графом он звал меня я открыла но за ним вошли другие они набросились на меня и почему твой любимый тебя не защитил их было слишком много он кричал чтобы они оставили меня но они только смеялись они обидели тебя они начали рвать на мне платье хватали меня за руки я вырвалась выпила эликсир а потом не помню так ты умерла от яда нет позже я проснулась было темно никого не было только крысы десятки сотни крыс а я я не могла шевельнуться это был сонный эликсир он еще не перестал действовать ты была парализована они были всюду они лазили по мне как насекомые по рукам по лицу я чувствовала как они разрывают мою кожу лезут в живот они разрывали меня на кусочки а я даже не могла кричать разве я мало страдала почему я не могу отсюда уйти ты можешь общаться с другими призраками на острове нет я здесь совсем одна другие духи убегают от меня я не знаю почему ты меня не боишься я часто имею дело с духами хотя должен признать что ты другая ты была не последний кто умер на этом острове я нашел в башне свежие останки тут опасно никто не должен приплывать на этот остров и я тоже хочу отсюда уйти похоже на этого человека напала какое-то чудовище совсем недавно кто еще живет в этой башне не знаю здесь столько призраков я слышу как они шепчут по ночам я имею ввиду не призраков а чудовище которое здесь обитает может ты что-то видела не знаю ничего не знаю зачем ты расспрашиваешь меня про такие вещи ты должен спасти меня а не мучить как я могу тебе помочь меня связывает проклятие рожденное ненавистью преодолеть ее может только сила любви но кто сможет полюбить призрака а твой любимый о котором ты говорила его тоже нет живых грахом нет он же я бы узнал если бы он умер но он меня бросил и сбежал оставил меня одну возможно если ты простишь его проклятие потеряет силу и весь остров очиститься кто твой возлюбленный сын какого-нибудь дворянина нет он бедный рыбак поэтому мой отец не хотел чтобы мы были вместе я так по нему тоскою ночью я выхожу на берег острова и смотрю в сторону деревни помнит ли он обо мне ты говорила что не можешь выйти из башни разве тебе должно быть показалось мне не показалось я я и сама не знаю все это как кошмарный сон я думаю что проклятие завязано на тебя твоя аура гораздо сильнее чем у других духов на острове мой медальон дрожит самого начала нашего разговора не знаю о чем ты но ты же разбираешься в таких вещах наверное ты прав я чувствую что моя судьба связана с островом может потому что я наследница этих земель проклятие может опираться на связь крови и почвы в таком случае чтобы освободить остров тебе будет достаточно простить грахама я любила его я готова его простить но хочу убедиться что он жалеет о том что сделал отнеси ему мои кости пусть он меня похоронит это будет наше прощание ты поговоришь сделаешь это для меня а ну-ка я тебе не верю твой рассказ очень печален но что-то в нем не сходится такое впечатление что ты что-то скрываешь ты знаешь что на острове небезопасно но не хочешь рассказывать что за чудовище тут обитает здесь нет никакого чудовища мне кажется ты лжешь только зачем ты хочешь защитить это чудовище или может быть замолчи не желаю тебя слушать я я не смогу тебе помочь выносить предмет из проклятого острова из любого проклятого места слишком опасно костью женщины тем более я слышала что ведьмаки лишены сердца может ли хотя бы приведешь грамма сюда я хочу с ним простить анабель послушай нет из самого начала не хотел мне помогать а я решила что наконец кто-то сжалился надо любопытно то есть целом теоретически можно было да наверное избежать о ее я чё а чё у меня так а тут крысы еще меня жрут поджирают крысы по чуть-чуть да уж крысы меня понемножку поджирать ну ладно давайте тогда наверное завершим этот квест уже в следующей серии как раз можно будет обсудить в плане до относить ее кости или не относить быть или не быть вот в чем вопрос и там уже будет видно что сохранение по-любому до этого чем запускается и уже совершенствующий всем добра пока